Асхата Абишева осудили на 5 лет. Ранее сообщалось, что подозреваемого и 6 его соучастников обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это хранение наркотиков, оружие и разбойное нападение. Напомним, подсудимые говорили, что героин и пистолет ТТ им подкинули сотрудники органов. Но тем не менее, доказать невиновность не удалось. Теперь несогласные с приговором родные обвиняемых намерены подать на апелляцию. У них на это есть 15 дней. Мирам Гурсалкинбаев с подробностями. Неприятная история началась еще весной прошлого года. 28 апреля 2011 года днем Асхата Абишева задержали убоповцы. И изъяли у него пистолет ТТ, героин весом чуть больше грамма. А позже ему предъявили обвинение в организации разбойного нападения с целью завладения автомобилем. Как рассказывает супруга подозреваемого, дело рассматривалось в суде присяжных. Анализ работы показал, что пистолет и наркотические средства были подброшены и его должны были оправдать. Однако в ходе рассмотрения дела состав суда присяжных был расформирован на основании ходатайства государственного обвинителя Хамитовой. Больше полутора года подозреваемые его соучастники сидят за решеткой. Родные тем временем пытались доказать их невиновность. Но все старания оказались напрасными. Асхата осудили на 5 лет, а его соучастников на 7. Адвокат Асхата Абишева Мирам Шаймирденов утверждает, что на момент обыска его подзащитный в совершении разбойного нападения не подозревался. Да и сама потерпевшая таких показаний не давала. Из судей это подтвердилось. Обвинение в разбойном нападении со Асхата Абишева сняли. Также утверждает он, что на тот момент личный обыск был произведен с грубым нарушением. Словом, несогласные адвокаты супруга Асхата намерены добиваться справедливости и доходить до Верховного суда. Ну, с переговором по разбойному суду мы, конечно, не согласны. Суд сказал А, но не сказал Б. Абишев оправдан по разбою. Соответственно, он должен был быть оправдан под захоронением огнестрельного оружия и на причинское средство. В судебном заседании было установлено, что этих предметов до задержания у него не было. Поэтому данный переговор мы считаем необоснованным и будем вжаловать его в апелляционном порядке. Несмотря на полтора года борьбы, суд признал виновным моего супруга. Подадим на апелляцию, потом касаться, дадим до Верховного суда. В любом случае справедливость есть, я верю. А что касается духовного состояния несчастной женщины? Ну, руки у нас не отпускают, у меня не отпустились. Я буду бороться за него, за его свободу, за то, чтобы он был с нами. Как отметил Мирам Шеймерденов, подать на апелляцию у них есть всего 15 дней. Сколько там будет рассматривать данное дело, пока неизвестно. Адвокат утверждает, что на Верховный суд они доберутся только в феврале следующего года. Ну, а мы, в свою очередь, можем пожелать только терпения убитым горем людям. Мирамгуль Салкимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова